Цифра дня сегодня 10,8%. Столько сейчас составляет доля задолженности россиян по судам банкам с просрочкой более 90 дней. Если все долги взять за 100%, то десятая часть это будут долги с истории. В целом же объем просрочки по кредитам составляет 1 триллион 100 миллиардов рублей за год. Сумма выросла на 5 с лишним процентов. Время деловых новостей на канале ОТС. С последними событиями из мира экономики, финансов и бизнеса познакомлю вас я, Борис Киргенеков. Здравствуйте. С другой стороны, изменилось и отношение россиян к финансовым организациям. Каждый десятый клиент банка недоволен обслуживанием. К такому выводу пришли специалисты Национального агентства финансовых исследований. Россияне считают, что жаловаться на банки бесполезно и лишь 4% граждан решается подать претензию в устном или письменном виде. Более половины клиентов высказывают недовольство непосредственно сотрудникам кредитной организации. К ее руководству обращается 28% граждан. А вот на судебные разбирательства решается всего 1% россиян. Чаще всего свои претензии высказывают заемщики банков, у которых на руках проблемные кредиты. Их активность вдвое выше, чем у остальных клиентов. В Новосибирске все чаще продают квартиры, рассчитывая перебраться в другое жилье. Для этого используют обменные или альтернативные сделки. Такую статистику приводят специалисты агентства недвижимости «Жилфонд», проанализировав рынок вторичного жилья в мегаполисе. В среднем квадратный метр жилья в Новосибирске обойдется в 61 тысячу рублей. За месяц стоимость упала на треть процента, но если сравнивать с прошлым годом, то сокращение серьезнее – на 7,2% пункта. Квадратный метр однокомнатной квартиры эксперты оценивают в 60 тысяч рублей. Двушкин традиционно дешевле – на 700 рублей. А метр в трехкомнатной обойдется в 59 тысяч 200 рублей. В Новосибирске прошел деловой форум инвестиций в безопасность бизнеса. В нем приняли участие предприниматели и топ-менеджеры малых и средних компаний, адвокаты, эксперты, а также представители власти. Основной темой встречи стало обеспечение безопасности бизнеса. В частности, вопрос о частых, а иногда и незаконных проверках предпринимателей со стороны надзорных органов. Эксперты отметили, что в таких условиях негативный эффект видят и добросовестные игроки рынка. Также участники подняли вопрос обеспечения обратной связи с потребителями. Подробнее о практическом значении проведения таких бизнес-форумов деловые новости поговорили с Юрием Петуховым, первым заместителем губернатора Новосибирской области. Подобного рода площадки диалоговые, они принципиально важны, потому что мы, безусловно, об этом и говорит и губернатор Новосибирской области, что Новосибирская область – это регион новой экономики, и это не только программа реиндустриализации, не только кластерная политика, где у нас развиваются новые технологии, новое производство, но, конечно, это, прежде всего, предпринимательство, потому что это новые рабочие места, это занятость, это предоставление услуг всевозможного рода, и поэтому, конечно, мы поддерживаем подобного рода площадки, где можно услышать мнение и бизнеса, какие возникают проблемы, для того, чтобы можно было подкорректировать свои управленческие решения, принять верное управленческое решение, поэтому, конечно, мы приветствуем подобного рода мероприятия. Доходы населения в прошлом месяце сократились на 5,7%, в годовом исчислении сообщает Росстат, а эксперты высшей школы экономики выяснили, что почти половина семей с детьми в России имеет финансовые проблемы. Так, 45% семей с одним ребенком испытывали нехватку денег, а с двумя и более детьми дефицит средств. Ощущают 55% опрошенных социологами семей. Чаще всего россияне не успели вовремя оплатить услуги ЖКХ. Этот пункт отметили почти две трети респондентов. 35% участников опроса пожаловались, что не купили необходимые лекарства, назначенные врачом, и 12% российских семей вовремя не погасили кредиты. С 1 июля в России повысили минимальный размер оплаты труда. Работодатели по всей стране не смогут платить своим сотрудникам меньше 7,5 тысяч рублей. МРОД вырос сразу на 21%. Изменения затронет около миллиона работников. Из них 87% трудятся в бюджетных и муниципальных учреждениях, а остальные в негосударственном сфере. Увеличение МРОД – это очередной шаг правительства для уравнивания этого показателя с размером прожиточного минимума. Напомню, по плану правительства к 2020 году эти величины должны быть одинаковыми. Но пока МРОД не дотягивает до минималки 2 с лишним тысячи рублей. Мировые цены на нефть в пятницу умеренно растут на фоне сообщения Минэнерго США о сокращении добычи черного золота в стране. Александр Новак, министр энергетики страны, уверен, что высокая стоимость сырья может вернуться уже через полтора года. Цитата дня в деловых новостях. Спрос равняется с предложением к середине 2017 года за счет того, что с рынка ушли большие инвестиции. С 2008 в нефтяной сфере идет долгосрочный цикл низких цен. Он продлится лет 10-15. Цены будут на уровне 50-60 долларов за баррель. Затем снова начнется цикл высоких цен. Конец цитаты. На этом мы заканчиваем выпуск. В студии работал Борис Киргенеков. Оставайтесь с нами. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова